Девушки отдыхают Я женщина опасная, я готова добиться своей цели. Человеки, які відповідають усім їхнім запитам. Я крутой мачо? Я сделаю твою жизнь королевской, но только если это настоящая принцесса. Я добился намного больше, чем все мои знакомые, простите, друзья, все мои одноклассники. Я настоящий грузинский джидит и могу завоевать сердце красивой девушке. Влаштувати долі самотніх сердець берутся найкращі психологи країни. Єгор Дополо, доктор психологічних наук, засновник психологічного центру ТОПСЕЦ. Немає таких чоловіків, що люблять, щоб жінки з ними конкурували. Тому стримайте себе. Олена Любченко, кандидат психологічних наук, експерт з відносин. Мне кажется, что ты как будто бы чувствуешь, что ты недостойно красивого мужчины. Почему? Откуда такой стереги? За правилами проекту наречені вперше побачать один одного на власному весіллі. На учасників чекає тиждень подружнього життя за спільний бюджет. Я ждала больший бюджет от 10 тысяч. Молодята влаштують одне одному шалені випробування. Мама, что там? О, Боже. Закройте сворота. Белый флаг. Та зроблять усе, щоб підкорити серце своєї половинки. Партук на голое тело и начал готовить. За поморочливі побачення. Когда я почувствовала его размер, я обо всем подумала. Доленосные решения. Розлучиться. Хочу, щоб у нас с ним було все хорошо. Я тебе заліду. Подстава. Это такая подстава. Это ***. Ну на *** это нужно делать. Або залишитися разом назавжди. Все навкруги сяє, тому що ми бачимо справжню любовь. Я тебя очень сильно люблю. ДИВИТЬСЯ ПРОСТО ЗАРАЗ ДИВИТЬСЯ ПРОСТО ЗАРАЗ Забезпечений, успішний та дуже завидний наречений. Меня зовут Алексей. И я подарок для любой девушки. Я сделаю твою жизнь королевскую. Но только если ты настоящая принцесса. Він зустріне девчину, для якої адреналин та драйв – це спосіб життя. Меня зовут Александра. Я птица высокого полета. Я занимаюсь воздушной гимнастикой. Также работаю в цирке на льду. История шаленого кохання розпочнеться з першого поцелу. Когда я смотрю на нее, когда я трогаю волосы, мне хочется ее целовать, обнимать. Он становится все ближе, ближе и ближе. Та чи відпустять завидного нареченого його численні колишні? Я сразу попонял, что это дело рук моей бывшей. Она приедет ко мне домой и со мной там что-то сделает? Часто я подумала, что, может быть, я лучше. Меня бесит вся эта ситуация, реально. То, как ты себя ведешь бесит. Тебе все равно, реально. Я просто не знаю, сколько таких ситуаций будет еще. Одна, две, три, пять, сколько, десять. Это пи***ц. Олен, в меня есть очень безопасный, перспективный, красивый, красивый, молодой человек. А, с другой стороны, спокойная и рассудливая человек, которая считает женщин. Он, как будто, принц. Но не на белом коне, а на белой яхте. Сучасный вариант принца. Это очень интересно. Меня зовут Алексей, и я подарок для любой девушки. Я сделаю твою жизнь королевской, но только если ты настоящая принцесса. У меня 33 года. Я живу в городе Одессе. Я скромный и завидный жених. Очень люблю много работать и хорошо, красиво отдыхать. Занимаюсь морскими аттракционами. Все, что связано с яхтой, скутерами, катером. Это дарит очень много положительных эмоций. Это всегда какой-то адреналин, всегда драйв. Поэтому мне нравится. Занимаюсь и салонным бизнесом. Я стилист-парикмахер. Трехкратный чемпион Украины. 26 конкурсов выиграл. Три раза представлял Украину в Париже. Наград очень много. Вот это первый мой кубок, который я получил в 16 лет. У нас в салоне, в принципе, обслуживались практически все звезды, которые существуют. Я думаю, что я успешный. Чему наш проект «Отружение на ослеп»? Я сам по себе перфекционист. Я стараюсь в отношениях быть идеальным, но что-то переделываю, а что-то, мне кажется, не доделываю. Есть во мне слишком мягкие какие-то черты. И вот люди пользуются вот этой добротой. И я понимаю, что вот мне не хватает какой-то вот жесткости. Даже не в позиции, а в отношениях к ним. Вот с бывшей женой у нас все, ну как, вроде было все хорошо. В Лас-Вегасе, там супер какие-то рестораны, машины, все. И она при этом там плакала, устраивала им там концерты. Ну, то есть это был постоянно какой-то дискомфорт. А с самого початка вы це не бачили? Она была... Она была, ну, до свадьбы, она была другая, да. Она была настолько идеальной вот в этих отношениях, что я понял, что я хочу жениться. Она вас обманывала? Ну, видимо, да, видимо. Она просто хотела либо уехать от родителей, либо выйти замуж. Ну, как бы тут из двух вариантов. Вы были одружены, и вас есть? Сын. С кем его родом? У меня есть сын, ему сейчас 6 лет. У нас было больше 9 судов, кем он будет жить, и сколько он будет общаться. Сейчас вот более-менее у нас такие хорошие отношения. Алексей, какую девчину вы шукаете? Блондинка, стройная, красивая. Я хотел бы, чтобы у нас не совпадали интересы. Я хотел бы, чтобы она тоже любила активную жизнь, экстрим. Она может быть вредная, она может быть там с характером, но она должна быть личностью. Она должна знать, чего она хочет. Я хотел бы, чтобы рядом со мной ей было комфортно, потому что человек всегда ценит комфорт. Я очень люблю ухаживать, я очень люблю цветы, я очень люблю кино, рестораны. Мне нравится, в принципе, все в моей жизни. Только хотелось бы еще осібить невесту. Мені дуже сподобався наречений. Олексію важливо, чтобы его обраниця была спортивною та любила экстрим. Наразі в мене є така дівчина. Подивись, Саша саме така. Повне співпадіння з його ідеалом. Ти зараз зрозумієш, коли подивишся в візитку. Мені зовут Александра. Я птиця високого полета. Где ты, тот смельчак, который рискнет похорить меня? Мне 23 года, я из Харькова. Я занимаюсь воздушной гимнастикой. Когда я выступаю, я чувствую абсолютное счастье. Я так же работаю в цирке на льду. Мені зовут Вова, я Сашин брат. Саша очень добрая, цивестремленная и хорошая сестра. У меня очень сильный характер. Я с 12 лет живу одна. Я переехала в другой город тренироваться. И, наверное, это повлияло на мой характер, на мои рассуждения. У меня есть две отдушины. Две собаки, мопс и йоркширский терьер. Два моих мальчика, я их очень люблю. Я кожного разу дивуюся, коли бачу такую красуню. Чого ты до нас пришла? Я впевнена, что там черга з женихів. Не могу сказать, что много ухажеров, да, они есть, но что-то постоянно я ищу в них какой-то подвох. Ты шукаешь идеального? Где-то в глубине души я понимаю, что идеальных нет, но мне почему-то очень хочется его найти. А были какие-то серьезные, действительно серьезные стосунки? Да, были серьезные отношения, которые закончились год назад. У нас очень часто возникали разногласия. Я воспринимала все в штыки. И в один момент он просто ушел и сказал, что тебе будет лучше без меня. Эти отношения для меня закончились очень болезненно. После того, как мы расстались, я закрылась в себе абсолютно. Я перестала получать удовольствие от новых знакомств. Я понимаю, что, чтобы поставить точку в предыдущих отношениях, мне нужно что-то изменить. То есть ты пришла спробовать, а позбутися суммы минулих стосунков? Нет. Мне нужен просто, наверное, какой-то толчок, чтобы я, возможно, влюбилась. Что должен делать человек, чтобы ты закохалася? Никто меня в жизни, наверное, еще не смог удивить. Поэтому я даже пока не представляю, что он должен сделать. Каким он должен быть? Активный, красивый, веселый. Который поймет меня и примет меня со всеми моими недостатками, со моим трудным характером. В тебе тяжкий характер. Я очень эмоциональная через чур. И вспыльчивая, возможно. Что ты готова внести в отношения? Я готова уделять максимум своего свободного времени своему мужчине. Наверняка это тебе? Я понимаю, что мне этого не хватает. Мне не хватает любимого человека рядом. Я хочу приезжать домой, чтобы меня дома кто-то ждал. Сейчас меня ждут дома мои собаки. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы меня ждали не две собаки, а еще и мой будущий муж. Так, Олександра – птах высокого польоту. И планка в стосунках с партнером така же самая высокая. С Олексием вона сможет расслабиться и чувствовать себя тендитной девочкой. И еще один маленький, но важный нюанс. Олексиеву подобаются молодинки. Саша сама непогано зарабатывает. Тоже, ее чем-то материальным не удивишь. И Олексиеву должно быть что-то выгадывать, чтобы покорить эту красу. Я уверен, что у Олексиев есть чем удивить, кроме яхты. Подивимось. Я вижу, вы любите активно отдыхать? Да. То может уже час делать это за своей дружиной? Возможно. Это приглашение на свое собственное веселье. Спасибо. Шановный Олексей, запрошу на свое собственное веселье. Она уже чекает на вас. Ну что, ребята, я женился. Давай, шампанский. Давай, шампанский. Давайте, залегнуть. Два коротких, третий затяжной, давайте. Ура, ура, ура. О, королева льодок. Да, это я. Сподіваюсь, у вас не кражине сердца. Он был наречен и уже чекаю на вас. Это запрошение на вашу собственное веселье. Спасибо тебе большое. Шановная Олександра, запрошу вас на ваше собственное веселье. Наречен и уже чекаю на вас. У меня скоро свадьба. Поздравляем. Я хочу пожелать Саше успешного будущего, чтобы она нашла свою любовь и была с ней счастлива. Я проснулась с мыслью, что сегодня тот день, о котором каждая девочка мечтает, наверное, не с рождения, ну там, с осознанного детского возраста. Я никогда не была на свадьбе. Я всегда думала, неужели первая свадьба будет моя собственная. Мне страшно было. Думаешь, ну как же все пройдет, как же то, как же это. Брат приехал, успокоил меня. Родной человек – это родной человек, и когда он рядом, то в любом случае становится спокойнее. Главное – будь с собой. Я не волнуюсь. Я буду стараться. Ну ты же знаешь, ты самая красивая, я самая умная. Я очень рада, что ты так думаешь, ты меня успокаиваешь. Морально мне легче становится, правда. Я же брат. Да. Давай все-таки валерьянки выпьем. Мне будет спокойнее. Надеюсь, чуть-чуть успокоюсь. Все будет хорошо, Галдин. Пойдемте отдавать надежные мужские руки. Давай, гниемся. Ко мне приехали подружки. Мы начали собираться. Леш, ну ты такой смельчак настоящий. Не страшно тебе второй раз? Наоборот, хочется. Хочется? А что, уже пора? Как ты считаешь? Я думаю, что уже пора в 30-ти годах жить. Надеюсь и желаете, что все хорошо у тебя получилось в этот раз. Леш, может ты еще все-таки передумаешься? Да нет, уже так хочется, уже так же до этого момента. Ты у нас такой завидный жених, я думаю, что ему, да. Должна заслужить. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что девушка будет красивая, умная, добрая, нежная, заботливая. Поэтому, я думаю, это то, чего мне не хватало. Тогда удачи тебе. Что, девчонки, я пошел. После этого я поехал жениться. Сейчас чувство волнения, ощущения такие, как в первый раз, как на экзамен. Как будто готовишься идти, вот и у тебя сейчас что-то должно произойти. Я выпила вчера две таблетки валерьянки. И сегодня выпила две таблетки валерьянки. У меня такие ощущения, как будто я впервые выхожу на лед, где тысячи зрителей и все смотрят только на тебя. Я боюсь, что у меня будут дрожать ноги, губы, щеки. Я когда переживаю, у меня всегда дрожат щеки. Возможно, еще нужно влюбить валерьянки. Интуиция мне подсказывает, что она блондинка, худенькая, стройная, красивая. У нее длинные волосы. Думаю, что она модель, либо актриса, либо певица. Мне кажется, я буду звать Настя. Мне почему-то кажется, что его зовут Леша. Я не знаю, почему мне так кажется. Это вообще дурацкое имя. Во-первых, у меня папа Леша. Во-вторых, у меня предыдущие отношения были с мальчиком, которого зовут Леша. Я хочу, чтобы он был с голубыми глазами. И мне почему-то подсказывает сердце, что он брюнет. Я не знаю почему, но хотела бы увидеть, конечно, блонтина. Я считаю, что в семье за деньги должен отвечать мужчина. В среднем я трачу около 40 тысяч гривен в месяц. Женщина в семье должна тоже зарабатывать. Я очень люблю работать и без своей работы, в принципе, вообще не представляю своей жизни. Я кладу в конверт скромную достаточно сумму в 2000 гривен. Я бы хотела, чтобы мой будущий муж положил в конверт, конечно, большую сумму, чем я. К примеру, чтобы это было 8 тысяч гривен. Этого будет достаточно. В наш семейный бюджет я вложу 10 тысяч гривен. Я думаю, нам этого хватит. Я хочу, чтобы эта неделя прошла и была похожа на мою реальную жизнь. Для нее это было похоже на сказку. Добрый день. Здрасте. Вы мне уже понравились. У вас чаревная посмешка. Взаимно. Меня зовут Олена. Меня Алексей. Как самопочутствие? Очень хорошо. Ты помнишь, что ты обещал для своей дружины? Королевскую жизнь. Так. Что ты створишь сказку, которой варта принцесса. Так. Да. Я очень-очекаю на эту сказку. И я буду стежить за тобой. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это обязательная вещь. Ходим? Поехали. Очень волновался, потому что не знал, что ждет. Давайте познайомимся. Меня зовут Егор Тополов. Меня зовут Саша. Дуже приятно. Вы дивовижно выглядите. Спасибо большое. И все квиты для вас. Спасибо. Вы много говорили о том, что хотите поделять увагу вашему человеку. Сейчас у вас есть шанс. Спасибо большое. Я постараюсь. Наш прорезвелится. Одружение на ослеп. Кому я закрою вам глаза? Так. Было сначала чувство страха, что она мне не понравится, что она будет не блондинка, что она будет какая-то толстая. Еще что-то. Меня как-то это все очень насторажило. Я понимаю, что я уже вошла вовнутрь. Все, скорее всего, на меня смотрят. Пробывает тишина. Ни звука, ни шороха, ничего не было. И я слышу, как у меня сердце бьется. Лица еще не видел. Увидел, что белые волосы меня уже расслабили. Первое, что увидела, это его руки. Они были очень загорелые. Внутри какой-то голос говорит, он из Одессы. Я не знаю, почему. Доброго дня, шановні пані та панове. Меня звати Катя Красникова. И сам я сегодня проведу весельную церемонию для наших молодят. Итак, перед тем, как укласти ваш шлюб, я хочу запитать, если вы с доброю волей и за собственным желанием вы одружаетесь. Сначала я запитую вас, нареченный. Да. Спасибо. Нареченный, прошу ответить вас? Да. Ну а зараз самое час одягнути обручки. Отже, спочатку нареченный. Нервничала очень сильно. У меня прям дрожали коленки, дрожали руки. И все остальное, что могло дрожать. Кольцо не налазилось сразу. Но я его и так, и так пихал. Такой неловкий момент. Так, добре. Ну а зараз наречено. Саме зараз я оголошую вас чоловіком і дружиною. Он сразу же взял меня за руку. Я не чувствовала, что он переживает. Он как будто не переживал вообще. Я взял ее за руку. Я хотела ее поддержать, чтобы она меньше волновалась. Это было приятно. Я этого ждала. Настала хвилююча мить. Зараз нареченный може підняти фату та поцеловати наречену. Я переживал за то, что... Как она себя поведет. Как там поцеловать, обнять. Я думала о его реакции. И я понимала, что я хочу, чтобы вот это уже быстрее произошло. Но эта секунда, она тянулась просто в вечность. У меня просто полжизни, наверное, перед глазами прошло. Хоть бы я ему понравилась. Когда он поднял фату, я увидела сразу глаза его светлые. И он так посмотрел широко на меня. Когда я увидел невесту, я очень, ну, вообще... У меня были такие чувства, которые меня переполняли. Она очень красива. Привет! Я вообще расставил сразу. Забыл, что говорить. Улыбался, конечно. Он мне понравился. Меня зовут Алекса. Меня зовут Алекса. Он когда говорит, меня зовут Алексей, я просто пытаюсь так, хоть бы сейчас не засмеяться. Я сказала сразу, что его так зовут. Очень приятно. Молодцы. Звыкает до один одного. Когда я увидела его глаза, они просто вот такие вот голубые-голубые. Я думаю, может, мне показалось, думаю, нужно повернуться еще раз. Я видела, как он постоянно посмотрел на меня. А я стеснялась почему-то поворачиваться. Я хотела еще повернуться, повернуться. Я как бы так кидала взгляды какие-то. Блондинка, красивые голубые глаза, губы, грудь все вот такая. Это даже не то, что я хотел увидеть, это даже лучше, чем я ожидал. Очень красивая красота. В нас есть большие сподевания на вашу паху. Вы нам вдвох очень понравились. И мы сподеваемся, что у вас будут очень счастливы, веселы семьи. И в мене есть. Ключи от вашей новой осели. Можливо, кто-то из гостей хочет еще что-то сказать. Я хотел бы спросить, как зовут невесту? Меня зовут Саша. Мне тоже очень приятно. Саша. Вы знаете, я думаю, что вы очень хорошо подходите Алексею. У вас тоже классная улыбка, как у него. Не сходит с лица. Он очень улыбчивый, дружелюбный и очень симпатичный. И очень привычное для меня имя. Да, Алексей? У меня папу зовут Алексей. Это вообще супер. За нас тогда. Да, да, за вас. За вас. За молодец. Я думаю, что вы очень подходите друг другу, потому что Саша очень позитивная, веселая. И я вижу, что вы тоже очень позитивный человек. Да? Еще чок. Мы любим чок, это сегодня долго. Я думаю, у вас будет очень много общего. Я очень надеюсь. Самое главное, пожелаем счастья в будущей жизни и горько. 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 А сейчас на вас чекает романтичная вечеря. Разважайтеся. Без нас усих. Мне показалось то, что он ей понравился. Я послезал бы Саше быть более нежной и женственной и не брать им всю инициативу в свои руки, потому что она часто так делает. Я не уверена, что эта девушка, эта невеста сможет возбуждать его энергию. Я за мужем. Сейчас я чувствую себя счастливой. Никогда я такого не ощущала. У меня открылось как второе дыхание какое-то. У меня пропала усталость. Вдохновилась, наверное. Не знаю пока чем или кем. Но мне хочется что-то делать. А что я пока не могу понять? Сырники, может? Я уверен, что у нас будет любовь на проекте. И это круто. Я верю в сказку. Мне кажется, она только начинается. После свадьбы мы сразу поехали на романтический ужин. Красивое место. Очень все так было романтично. Спасибо. Самое первое качество, которое я заметила в Леше, это забота. Очень много вопросов хочется задать. Нужно просто понять, с чего начинать, чтобы сразу его не отпугнуть. Я, кстати, кольцо теперь снять не могу. Что, что? Не могу снять? Да. Я и не пыталась. Да? Может, ты поелась что-то? Нет. Я переживала. Переживала? Да. Красивые такие. Свадебные. Можно я начну? Ну, давай. Пожалуйста. Я хотела тебе сказать спасибо, что сегодня, в такой важный день, ты меня поддержал. И как только ты меня взял за руку, я моментально успокоилась. И это очень приятно было. За нас? Да. Интересно, что это такое? Перед нами лежали конверты. И давай посмотрим, что здесь. Любим молодята, а вы краще дизнатись однепро одного, пропонуем вам гру. В игре были вопросы, которые касались либо Саши, либо меня. И если отвечал неправильно я, то я должен был ее поцеловать туда, куда там написано. Если она не угадывала, должна была она поцеловать. Да, интересно. Своего рода игра, которая помогла бы нам узнать друг друга больше, потому что мы друг о друге знали только имя. И все. Давай лучше выкинем сначала. Ну да, перед... Давай. Теперь ты скажешь. Я очень переживал до того момента, когда тебя увидел. Думаю, все, сейчас что-то будет не так, и я вот развернусь и уйду. Ну, наверное. Но потом перестал переживать, поэтому давай за тебя. Ты очень красивая. Спасибо. Мне интересно узнать все про Александру, чем она занимается, чем она живет. Давай. Так, наверное, вот это. Адмирал. Я думаю, что это про тебя. Почему? Почему? Потому что это не про меня. Нет, это не ответ. Ты просто не хочешь отвечать. Нет, ну я не знаю. Но это про тебя. Так, нет. Ты вообще не честно играешь. Почему? Я... Ты специально не отвечаешь на вопрос? Нет. Да. Это про Алексея. Одесса, ридное место. По улице Адмиральский находится его салон. Ока. То есть вот как можно было об этом не догадаться? Ну, Адмирал, ну... Ну, это не Адмиральский, это... Ну, это же совсем близко. Не до конца, может быть, понимали. Всех намеков слишком они были завуалированы. Он вообще как будто не думал над тем, как ответить. Он так взял конверт. А, ну да, это точно не про меня. И... Так, куда там целовать? Ну, мне хотелось просто быть ближе. Ладно. И целовать ее... Вот видишь? В глаз. В глаз? А еще раз, что там находится? Салон красоты. Салон красоты. Да. Ты стилист? Да. Я, допустим, трехкратный чемпион Украины. И вот, ну, когда уже вопрос стал о том, чтобы еще там участвовать, мне говорят, ну, как бы хватит, потому что уже должен еще кто-то... Ну, это круто, круто. Это интересно, он молодец, потому что я уважаю людей, которые много работают. Мне это очень понравилось. Так. Три татуивания. Что такое? Ты не поддерживаешь татуировку? Нет, нет, я к тому, что у меня их нету. Одну я сделала недавно, такую символичную для меня. Это фигуристка. Ты занимаешься фигурным катанием? С детства я с четырех лет профессионально занималась фигурным катанием. Я тоже с четырех лет. Я не поверила, во-первых, сначала в этот факт. Я подумала, что он разыгрывает меня как-то. Не может такого быть. Да, я вижу. Врешь и пьешь. Я же сейчас тебя продвела интуиция. Да не может такого быть. Может. Я приятно удивлена, потому что как-то такие совпадения, они как случайности не случайны. Это очень странно. Нет, на самом деле я очень люблю и ролики, и коньки, и парашюты, и вообще все, что связано. А с парашютом ты прыгал? Ну, так, что прыгает самолет, а нет. Немножко побаиваюсь этого. Хоть я и занимаюсь. Сейчас работа у меня очень опасная для жизни. Не связана с катанием. Да, она связана с катанием. С катанием. Догадаешься, нет? От хоккей? Нет. Я работаю в цирке на льду. Я воздушная гимнастка. Ну, ничего себе. Мы гастролируем по миру, по Европе. И на большой высоте, без страховки. Без страховки? Да, конечно. У нас виду милая, такая добрая, нежная. И тут она говорит, что она работает на высоте. Ну, для меня это вообще как бы очень не складывалось в голове. Ну, снизу же есть какая-то страховка? Сетка? Нет, ничего нет. Вообще ничего? Вообще ничего. Я не верил, что могу встретить девушку, которая занимается экстримом, и которая сможет разделить это со мной. Грудь. Шучу. Пар. 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 Не грудь. Но я думаю, что это парикмахер. Раз адмирал, пар, я думаю, тут уже логика, ну как бы... Нет, кстати, она может сейчас себя подводить, мне так кажется. Ну-ну. Так. Пуф. А я же говорю, ты специально просто делаешь софт по проилю. Это не специально, тут написано про обои. Одна из станев воды, его стихия, это лёд и ей стихия. Ну, то есть моя стихия – это вода, потому что, ну, я связан ещё с морскими. Все эти скутера, гидроциклы, яхты, катера. Прикольно. Ошибся. Ошибся немножко. Немножко. Губы. Губы. Можешь вставать. Можешь вставать. Всё, один, ещё один, ещё один. Хозяин. Это, наверное, про тебя. Хотя, может быть, и про меня. Я очень люблю порядок. Я тоже люблю порядок. Люблю, чтобы дома было чисто. Я думаю, что это про нас двоих, учитывая, что мы знаем, что может быть и про тебя, и про меня. Вот, поэтому я думаю, что... Все думают. У тебя интуиция, мне кажется... Это про Олексия. Вот, видишь, я же говорю, у тебя интуиция вообще не работает. Имя сына Кирило перекладается саме так. У тебя есть сын. Да. Да. Да, у меня есть сын. Ему 6 лет. Зовут его Кирилл. Уже знаю перевод. Для меня очень было важно то, как она на это отреагирует. Угу. Я был женат после развода. Ну, естественно, ребёнок остаётся всегда с мамой. Неожиданно. Я тебе думаю, что тебе ещё много всего расскажу по этому поводу. Неожиданно очень. Хотелось бы, конечно, с ним познакомиться. Я не знаю, насколько это возможно, но это было бы интересно. За здоровье, правильно? За здоровье молодых. Ну, хорошо. Чем больше я узнавал, я понимал, что она мне больше подходит. Я больше, чем уверена, что я ему нравлюсь, потому что он это показывает. Но в то же время у меня какое-то двоякое ощущение. Мне показалось, что он не особо интересуется моей жизнью. Я из Харькова, кстати. Ты же не знал, да? Нет. Ты как-то и не спрашивал. А ты как будто не интересуешься. Нет, я как будто не интересуюсь. Не как будто. Я просто стеснительный. Да ладно. Да. Он застенчивый. Застенчивый и скромный. В ближайшее время всё выяснится. Долго думал насчёт подарка. Что тебе подарить, чтобы он был очень символичным. Я могу смотреть? Да. Тапочки! Это тапочки, в которых ты будешь ходить по нашему дому. Я не знаю даже, знаешь, что я тебе скажу? Я забыла свои тапки дома. Вот, я хочу, чтобы ты в ней ходила по дому. Спасибо большое. Он позаботился о том, чтобы мне дома было комфортно, удобно. Почему розовый? Потому что мне чего-то казалось, что ты будешь блондинкой, и тебе подошёл бы розовый цвет. Ты думаешь, а ты сразу думала, да, что тебе нравятся блондинки? Ну да. Я не буду долго затягивать. Я хочу тебе подарить обложку на паспорт. Я думал, это твой паспорт. Нет. И я бы хотела, чтобы мы с тобой, конечно, вместе путешествовали. Мне понравился её подарок, потому что... У меня пять паспортов, и несколько из них без обложек. А навещо человеку пять паспортів? А навещо женщине пять сукань? Ну, это так сручно. Он много подорожает, поэтому у него есть пять паспортів. Это не подозрило. Это подозрило, то сручно. Романтический вечер мне в целом понравился. Всё прошло как-то очень спокойно. Как-то даже по-семейному, можно так сказать. У нас с Сашей очень много всего общего. После романтического вечера мы пошли осматривать дом. Может, плит снять? Давай снимем. Ну, как тебе? Да, хорошо. Идём посмотрим. У нас есть камин. Да. Где у нас кухня? Налево. Уютненько очень. Холодильник у нас есть. Да, так и... Ну как тебе? Пока мне всё нравится. Дальше. Пойдём. Класс! Круто, очень круто. А счёт три? Нет! Я думаю, мы это отложим чуть-чуть на попозже. Это спальня. Красиво, очень красиво. Красивый бассейн, красивая спальня, красивый вид. Ну, вообще, всё как в сказке. Кто первый туда прыгнет? И я думаю, нам нужно с тобой решить. Я бы на самом деле не хотел бы, наверное, чтобы она меня пускала в первый же день. То есть я понимаю, что если она меня пустит сразу в постель, то она себя ведёт так же само и в обычной жизни. Для того, чтобы проверить, посмотреть, пытался, типа, остаться там, как-то продавить. Ну, раз уж мы уже муж и жена, значит, мы должны спать вместе. Я немножко другого мнения. Я подумала, что он торопит на действительно события. Сегодня, по крайней мере, мы с тобой должны спать... Отчего ты так думаешь? Я ещё не договорила, ты мне уже спрашиваешь, другой козы пьёшь. Он так отстаивал, а почему я буду спать на диване? Ну, может, он со всеми спит. Сразу познакомились, а что, спать пошли? Ну, пошли. Нет, я не такая. Мой муж будет спать на вотом прекрасном красном диване. Он тебе очень понравился, я видела. Тебя даже могу проводить туда и постелить, если хочешь. Хорошо. Я заботливая, поэтому... Мне понравилось, что Саша хорошо отреагировала, поэтому пришлось спать на диване. Волочку. Стоп, а одеяло у нас есть? У нас нет одеяла. Я отдам тебе свой плед. Ага, хорошо. Для меня было важно, что Саша проявляет заботу. Она спрашивала, как ты без одеяла, как ты тут будешь спать, там тут, тут, тут. Мне кажется, тебе будет очень удобно здесь спать. Ну, а я сегодня, пожалуй, как девочка посплю. Как принцесса на большой кровати, да? Да. Только ты не обижайся, пожалуйста. Да, это же мелочи много. Мне приятно с ним общаться. Он мне понравился. Сегодня все было очень хорошо. Да. Я думаю, да это будет еще лучше. Еще лучше. Я думаю, что у нас каждый день будет лучше и лучше. Все. Отдыхай. До завтра. Ушла спать в смысле, что я хочу просто успокоиться. Все уже прошло. Засыпать буду на диване. В смысле, менее. Сегодня утром я проснулась с колечком. И такое непривычное ощущение для меня это впервые. Я сразу так раз вспомнила, так, у меня есть муж, надо идти его будить. Леша, просыпайся. Вставай. Ну, проснись. Ты выспался? Не очень что-то. Плет, в котором ты вчера вечером была, он весь в пахте с тобой, поэтому такое ощущение, что ты где-то был рядом. Это было очень мило. Ну что? Уже покушаем? Да. О, у нас пустой холодильник. Чего ты так обрадался? Я думаю, нам пора ехать в магазин. Смотри конверт. Да, давай посмотрим. Бери. Давай, ты первый. Давай, бери. Леди из перс. Мужчина должен быть. Хорошо, ладно. Инициативу в свои руки. Выбирай. Давай, сейчас кресим свой. Откуда знаешь, что он будет? Ну, не знаю, мне так кажется, у меня интуиция подсказывает. Да, это мой конверт. Я положила в конверт 2000 гривен. Конечно, этого недостаточно на неделю. Мне бы одной, возможно, хватило. Но я... Ты уже не одна. Да, я уже не одна. И я положила из расчета, что ты, конечно, положи больше. То, что она положила 2000 гривен, это хорошо, потому что, если это общий бюджет, то складывается туда вместе и тратят оттуда вместе. Даже если он ничего бы не положил, я понимала, что на те деньги, которые положила я, я себе спокойно смогу покушать. Я в наш семейный бюджет положил 10 тысяч гривен, так как в среднем расходе мы это 40 тысяч гривен. Я посчитал, что 10 тысяч гривен нам, независимо от того, сколько ты положишь, посчитал, что 10 тысяч нам должно хватить на неделю на продукты. Хорошо. Я думаю, нам хватит. Я довольна нашим семейным бюджетом на неделю. Я думаю, что мы во все вложимся. Давай мы до того, как поедем в магазин где-нибудь позавтракаем. Я думаю, что мы поедем не в магазин, а поедем в Одессу. В смысле поедем в Одессу? Шутки такие с утра. Я уже кушать хочу. Ты пошутил, да? Нет, это не шутка. Мы едем на самом деле. Ты же чемодавно еще не разложила? Ты удивлена? Я пока не могу вообще ничего сказать. Я в шоке. Я не привыкла к таким неожиданным ситуациям. У меня какой-то шок такой. Я понимаю, что для меня просто давно не делали никаких сюрпризов и каких-то таких неожиданных поворотов. Давай туда, наверное, пригласим твоих друзей. В Одессу? Моих друзей? Серьезно? Да. Так, стоп. Я сейчас в шоке просто стою и не могу. До нашей свадьбы я очень хотела с подушками поехать на море. И я понимала, что это вот уже первые сюрпризы, первые мечты начинают сбываться. В тот момент я вообще счастлива была. Для меня было очень важно до того, как я снял фатут, чтобы был такой человек, такая девушка, для которой мне захочется что-то сделать, радовать ее, удивлять. Класс! Я еду на море! Она такая в неожиданности меня обняла, такая вся счастливая. Я еду на море, я очень хотела на море, я очень давно не была в Одессе. Я рассчитывала съездить в магазин и что-нибудь уже быстрее вкусненькое приготовить. Я думаю, что мы что-то вкусное придумаем, чтобы потрогать. Мне собираться надо, да? Хорошо, да. Да, ты тоже собирайся. Хорошо. Так, вещи не забудь. Где такси? Мы поедем в Одессу, а не на такси. Поедем на машину. Хорошая машина. Красивая. Спортивная. Смотри, доска. Наверное, она не просто так. Я думаю, на ней надо что-то написать. Наверное, для заданий. Ну что, давай ты первый. Хорошо, давай. Для меня очень важно это идеальная жена. Это доверие в первую очередь, потому что когда мужчина доверяет женщине, женщина доверяет мужчине. Все задания в основном будут направлены, основываться на доверии. Мне хочется ему доверять, но я все равно пока осторожничаю. Второе, оно называется перина. Это моя фамилия. Квадратик. Как ты думаешь, что это? Это что-то связано с твоей семьей? Да, это знакомство с моим сыном. Мы проведем вместе время, познакомимся. Своей младшей маленькой кофе. Маленькой кофе, да. Это моя неотъемлемая часть моей жизни, несмотря на то, что мы с ним редко видимся. Мы постараемся сделать все для того, чтобы их познакомить. Но какое у них будет взаимоотношение, мы видим. Это круто. Это второе задание. Я хотела бы очень с ним познакомиться. Теперь давай ты. Давай, у меня есть войну. Ну, возьмешь ты цю крейду. Адже человек таким чином выявляет турботу про тебя. Дай ему цей шанс. Дуже вперта девчонка. Такая профессия, такой характер, волевый. Так, но тут нужно немного женского понимания, потому что тут относительно. И нужно быть мягкой. Так, она сама хочет сказку и не дает возможности эту сказку создать человеку. Согласен с тобой. Первое задание будет называться муж. Объелся груш? Нет. Муж выходного дня. Я очень люблю активно проводить свои выходные. У меня их бывает немного, но я никогда не сижу дома. Поэтому я хочу, чтобы ты провел максимально со мной выходной день активно. Хорошо, я согласен. Мне интересно, сможет ли он разделить мои предпочтения в отдыхе. Сможет ли он отдыхать активно. Муж выходного дня, я думаю, для меня это будет легкое задание. Второе задание? Да. Оно очень необычное. Очень? Очень. Как я. Ответ на Луну? Не настолько. Так. Олимпийское золото? Мы будем делать что-то связанное с триатлоном, биатлоном или... Да, связанное со спортом, но как ты думаешь, с каким именно спортом? Я думаю, что с фигурным катанием. Молодец, правильно. Поэтому мы с тобой проведем этот день так, как провожу его я. Это задание вообще для него будет, наверное, очень тяжелым, потому что ему придется окунуться в мою работу, в мою профессию. Смотрим, как он с этим справится. Думаю, что что-то будет сложно для меня, но, в общем, я постараюсь оправдать его надежду. Я готов. Отлично. Едем. Я теперь замужем, поэтому я думаю, что пусть решает муж. Куда мы едем, на сколько мы едем, с кем мы едем и что мы там будем делать. А я буду отдыхать и доверять. Я думаю, что будет ярко, красиво, интересно. Я постараюсь сделать так, чтобы это было вот так. Готово? Готово. Мы ехали-ехали с ней. И в какой-то момент я решил, что уже пора поцеловать ее. Я уже целовать. Хорошо с тобой, кстати. Как будто мы не один знакомый, скажи. Как-то по-семейному уже, как будто мы уже женаты были несколько лет до этого. Ну, ты поменялся. Саша не шла особо на контакт. Ну, думаю, окей. Мы ждем еще немного времени. О, это большая ошибка. Женки, запоминайте. Если вы хотите оставить отношение с человеком, никогда не отказывайте его поцелункам. Потому что человеком это ображает. И если вы будете отстраневаться от него, он всегда найдет то, что будет позволять ему ее целовать. Мне кажется, что человекам тоже надо помнить, что это может быть соромязненность первого поцелунка. Ну, возможно, но можно было сделать это как-то по-другому. Ну, не так отверто отстраневаться. И пока мы ехали в Одессу, в машине он по громкой связи сам решил позвонить подружкам. Сашулечка в метро отошла. Это не Сашуля. А кто? Это ее муж. Меня зовут Леша. Вот ее, как классно. Вы там с Сашей не обижаетесь? Нет, мы ее любим. Хотели пригласить тебя к нам в гости в Одессу. Да, в Одессу. Ничего себе. Да. Крутое предложение. Ты скинешь только фамилию, имя, на кого билеты покупать. Да, хорошо. Он пытается сразу мне помогать. Я понимала, что если будет какая-то ситуация, скажем, другая, он не испугается. Он возьмет тот же телефон, позвонит и решит все мои проблемы. Круто. Как в сказке какой-то. Ты романтичный вообще? Сильно-сильно. Сильно. Мы заехали по пути на заправку. Наконец-то мы закушаем. Вкусно. Угу. Магазин, думаю, что мы заезжать не будем. Мы думаем, что мы все закажем через интернет, либо по телефону. Я доела. Все, едем. Дороги как-то было такое настроение хорошее. Не хотелось как-то ни о чем таком серьезном разговаривать. Мы слушали музыку, наслаждались погодой, дорогой. Уставшие, но счастливые мы приехали в Одессу. Ехали долго. Приехали почти на рассвете. Я понимала, что меня ждет что-то интересное. Вообще точно обождаешься? Заходи. Веди меня, веди меня, веди меня. Не бойся. Он открывает мне глаза, и я просто вижу все белое. Я очень люблю белый цвет. Класс. У него идеальный порядок. То есть видно сразу, что человек любит чистоту. Мне понравилось, что это прям рядышком-рядышком с морем. Несколько переслужится, будешь слышать моря. Я слышу. Можно я здесь останусь? Да. И я так на секундочку задумалась, а если я действительно здесь останусь? Выпьем за приезд. За Одессу? Да, за приезд. За Одессу. Блубые волосы, мне хочется ее целовать, обнимать. Красиво здесь очень. Мне очень нравится Леша, и я вижу, что это взаимно. Он становится все ближе, ближе и ближе. Сегодня мы будем спать вместе в нашей спальне. Я думаю, что мы ее будем завтра покорять. Все-таки стены пали. Целуется она хорошо. Я утром проснулась вообще в идеальном настроении, состоянии. Красиво очень с утра я уже пооткрывал окна. Все уже. Мы проснулись. Я поехал за Кириллом. Задание перенаподрать. Все, я тебя жду. Пока. Ну, мы же не прощаем. Я решила приготовить сырнички. А где наша жена? Я сразу увидела Кирилла. Он очень похож на Лешу. Привет! Привет. Какие красивые. Это мне? Спасибо большое. Они пришли в одинаковых футболках. Это так круто было. Как тебя зовут? Кирилл. Мне Саша. Ты кушать хочешь? Да. Да? Ну, давай, сейчас будем кушать. Первый момент какой-то был такой, да, приятный, добрый. Вот как будто они уже тоже давно общаются, давно знают друг другом. Я не переживала, потому что я очень хорошо нахожу общий язык с детьми. Дети всегда с удовольствием находят общий язык со мной. Как ты думаешь, кто у меня дома живет? Знаешь? Давай подсказку. Да. Да? Гавкать он мне не... Ай! Леша, что это было? Он часто что-то роняет? Ну да. Ну да. Да? Да. Мы решили сесть за стол. Так. Ну что, ребята, будем кушать? И тут я немножко расстроилась, потому что Кирилл не любит сырники. Ну чего это? Я старалась. Готовила. Давай мы с тобой договоримся. Ты ешь один сырник, а я выполняю одно задание. Не. Ну смотри, я выполню задание, какое ты скажешь, любое. О! Можно я съем два сырника? Подожди. Мне кажется, тут много желающих. Ну давай. Чуть-чуть. Удалось уговорить его покушать. Это было, ну не то чтобы нелегко. Надо было постараться, скажем. Какие вкусные сырники вообще. Спасибо. Такие мягкие. Кирилл, а ты в садик ходишь или в школу уже? В школу. Точно? Точно. В какой класс? В первый. Пойдет в первый класс только? Угу. Решили дальше ехать в магазин за машинкой. Пошли выбирать. Смотри, какой прикольный. Я такой, как у папы. Спасибо большое. Что, побежали? Я видела, что ему со мной комфортно. Он меня брал за руку. Я с кем? Ты с Сашей. Ты с Сашей покатаешься. Я сейчас покатаю. Подожди, а он хочет сам рулить. Просто рулите, разбирайтесь. А? Это ваше задание. Нет, стой. Ну давай только вместе. Я же дева, я расстроюсь. Ну пожалуйста. Я буду поддерживать. Просто поддерживать. Я хочу научиться. Ладно. Хорошо. Стой. Я поднялась. Я. Стой, стой, стой. Я. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Мне кажется, мы выиграли у папы. Ну как вы? Давайте пять. Одновременно. Раз, два, три. Кирилл мне очень понравился. Он хорошо меня, мне кажется, воспринял. В принципе, легко и непринужденно прошло так общение. Она справилась с заданием. Все было хорошо. Она с ним хорошо ладила. У них не было никаких конфликтов. Хорошо к нему отнеслась. Саша мне понравилась. Я хочу, чтобы Саша была с нами. И мы вместе гуляли. Саша и папа очень красивые вместе. Если бы я не знала, что это не мой сын, то я бы так никогда не подумала. То есть мне казалось, что мы вот папа, мама и ребенок. Мне очень понравилось это чувство. Стой. Сделаешь ты. Мы счастливы, да? После парка аттракциона мы поехали ко мне на работу. Тут наш салон, тут я работаю. Интересно. Пойдем посмотрим. Мне интересно было посмотреть, где он работает, чем он занимается. Саживайся сюда. Ты же мне доверяешь? Да. Тогда садись. Моем, стрижем, укладываем. Хорошо. Все, идем. А я обычно перед тем, как что-то с собой сделать, какие-то манипуляции провести, я, не знаю, очень долго объясняю, что же я хочу. А здесь я просто села, расслабилась и доверилась, да, в его руки как-то, они такие легкие у него. Взять так, как тебе нравится. Спасибо за доверие. Что мне еще ждать? Как изменилась жизнь, хотел спросить у тебя. Что у тебя произошло за эти два дня? Ты знаешь, я начала думать не только о себе. Держи руку на голову. Я хочу на тебя смотреть. Нет. Заговори. Смотри, смотри в зеркало. Терри зеркало. На нас начали. Мне хочется теперь заботиться о муже. Кушать готовить. Могу теперь для него. Все это время, пока я занимался Сашиными волосами, здесь находилась моя мама. Было возможно посмотреть на невесту со стороны. Она слышала то, о чем мы говорим с Сашей. Как тебе наша прогулка с Кириллом? Мне вообще очень понравился Кирилл. Да. И мне кажется, я с ним нашла очень быстро общий язык. Он даже съел сырники, которые он не любит. Они, конечно, рисуются друг перед другом, не хотят показать лучшие свои стороны. Мне очень было интересно, когда они покажут не самые лучшие стороны. Это будет еще то шоу. Скоро будет 18 лет, как я уже работаю. И я, в принципе, могу уже закрытыми глазами все делать. Это эксперимент какой-то? Ты будешь меня, правда, закрытыми глазами стричь? Блин. Смотри. Меня первый раз страдает за закрытыми глазами. Парайтесь ко мне, спина. Не бойся. Ты же говорила о доверии. Я доверяю. Ну вот, все. Я просто вот вижу, насколько ему это нравится. Ему доставляет просто неимоверное удовольствие. Тут была даже речь о другом, о том, чтобы она именно проверить ее на доверие. И было видно, что она сначала... Вот была вот эта вот доля недоверия, а потом она как-то переключилась. Так, все. Раз, два, три. Что мы будем делать, когда наступит тот момент, когда нужно будет принимать решение? Ну, я думаю, что мы будем жить или в Харькове, или в Одессе. Ты готов был бы переехать в другой город ради меня? Ну, это было бы сложно, но, думаю, возможно. Или ты хотел бы, чтобы я уехала? Ну, этот вариант более приемный. Ну, ты хотел бы, чтобы я... Ну, я, да, больше хотел бы, наверное, чтобы я уехала в Одессе. Со своими собаками? Да. Я бы хотела очень познакомиться с твоей мамой. Какую ты представляешь? Строгую, добрую? Ну, не знаю. Мне почему-то кажется, что твоя мама строгая. Закидывай на голову, голову назад. Раз. Как красиво! Мне очень нравится. Нем, а теперь я тебя хочу познакомить со своей мамой. И у нее такой какой-то ступор сразу. Вот это моя мама. Здравствуйте! Познакомься, это моя мама. Я не ожидала, правда. Она все это время сидела в салоне. Меня зовут Саша. Надежда Борисовна. Надежда Борисовна. Очень приятно. Она не касается. Не знаю. Неожиданно очень. Я стояла и сильно переживала. Был такой очень волнительный момент. Они сразу вдвоем начали, ну, не плакать, плакать. А вот, ну, видно были слезы. Ну, вот они что-то почувствовали между собой. Ну, вот мы как-то так рискнули. Рискнули немножко. Немножко проженились. Для мамы это вообще какая-то авантюра. Она, в принципе, мало с кем знакомиться из моих женщин, девушек. Я, наверное, испугалась. Я хотела сразу как-то что-то ей сказать, как-то сразу моментально понравиться. Хотя я понимала, что она уже как бы за мной наблюдала. И, возможно, что-то она уже узнала, поняла. Я пока хочу спросить, как вы относитесь к тому, что вот ваш сын на такое согласился? Ну, наверное, это какая-то возможность найти человека, который его поймет. Как вы думаете, ему тяжело найти такого человека? Почему он... Ну, каждый свой особенный. Нужно тоже его понимать, нужно его любить. Иногда отступать, иногда наоборот. Режать. Наступать на него, то есть... А что для него самое важное вообще? Красивые блондинки всегда ему нравились. А как отношение, что Леша каждый час новая девушка садится в кресло, он дотрагивается до ее волос? Если честно, я точно так же катаюсь с партнерами, с мужчинами. И я бы, например, не хотела бы, чтобы меня ревновали к моей работе. И я тоже не буду ревновать. Тем более, что ревновать – это быть неуверенным. Ну, все, теперь дальше продолжаем наши планы. Планы. Подождешь в машине? Подожду. Я надеюсь, мы еще увидимся. Не прощаюсь тогда. До свидания. Она очень хочет, чтобы Леша попал в хорошие руки. Ну что, как тебе моя жена? Видно, что она хочет заботиться о тебе. Видно, что она ценит семью. Ну, что для мамы важно, чтобы сам был счастлив. Она будет принимать любой выбор, который будет моим. Я думаю, что, если психологи подобрали Сашу, наверное, что-то есть общее. Неоднозначное знакомство получилось. То есть прозвучали такие, скажем, не особо приятные для меня фразы. Когда она сказала, что рядом с Лешей всегда находятся только красивые блондинки. И после этого, конечно, нам было о чем поговорить. Ну, а что ты скажешь по поводу того, как все прошло? Я думаю, что все прошло хорошо. Тебя не смутило то, что она сказала такую фразу, непонятную для меня? Какую? Что с Лешей всегда рядом красивые блондинки. Она сказала, что она, ну, что рядом с Лешей есть часто красивые блондинки. А Саша интерпретировала это в то, что она одна из. Меня зацепил даже скорее не тот момент, что он выбирает красивых блондинок. Меня смутило то, что смотрит ли он только на это. Смотрит ли он только на цвет волос и на внешность. Либо что-то все-таки для него еще играет роль. Я хочу понимать на 100%, что я для тебя не просто вот красивая девочка, что это действительно... Ты хочешь это определить сегодня? Я так просто не хочу вляпаться, понимаешь? У меня, знаешь, сколько было ситуаций, когда вроде все нормально-нормально, а потом я просто понимала, что поигрались и выкинули. В жизни у тебя ничего нет застрахована. Вот интересно, ты перед всеми сразу так вот, там, цветы, там, красивые слова? Я всем дарил цветы. Я люблю дарить цветы. Я люблю ухаживать, люблю дарить подарки. А говорить, что я кого-то девочку больше кружил, какой-то меньше, ну, это зависело от девочки. Для меня очень важно, ну, вот, насколько люди подходят в сексе. Это в первую очередь. Во-вторых, это насколько они подходят друг другу в быту. Если ты мне скажешь, там, ну, или у нас что-то будет в каком-то из важных для меня пунктов, что-то будет не так, но я не вижу смысла говорить, что я его хочу оставить, ради чего? Ну, как бы, я скажу, да, мне, но, ну, как бы, я не хочу оставлять, я не хочу продолжать на жену. Ну, а что ты сейчас хочешь у меня от отношений? Семья, жена, дети. Ты хочешь этого, чтобы дома кто-то был, да? Все. Есть еще вопросы? Нет. Мы все выяснили, все моменты, которые меня волновали, мне стало спокойнее, мне стало легче, и поехали домой. Хотелось устоить романтический вечер, перевести это в какое-то положительное русло. Ничего себе! Очень романтично, мы сидели вместе, пили шампанское, все было так, по-домашнему, по-настоящему, спокойно. Завтра будешь выполнять мое первое задание, будешь показывать, как ты умеешь активно отдыхать. Хорошо. Завтра мои подружки приезжают. Плюс будет у моих еще 12 подружек. В смысле 12 подружек? Я пошутила, ты была шутка. 12 подружек пусть дома сидят, мне где хватит. Видно, что она такая темпераментная, видно, что она такая, ну, особенная. С каждым днем все больше и больше с ней. Становимся ближе. Доброе утро. Ага. Мы проснулись рано утром и поехали на вокзал, наконец-то, встречать моих подружек, моих курочек. Я хотела очень, чтобы он с ними познакомился, чтобы они с ним познакомились. Ой! Она была очень рада, подружки пищали на весь вокзал. Как голубки такие в трём. Сразу видно, что подружки такие именно, заядлые. Небесто, ты на шашу новую. Уже невесто? Капец. Знакомьтесь, это Леша. Виктория. Очень приятно. Алина, приятно. Это мой муж теперь? Да. Простые, хорошие девочки. У меня мало таких девушек в окружении. Не обижаешь, Сашенька? Еще нет. Еще? Еще нет. Она еще на дворе. Она не одна дворая. Ко мне подкрепление приехала. Второе. Поехали? Да. Мы куражились. Мы ездили по Одессе с громкой музыкой. Типа ярко. Леша такой веселый. И мы все веселые. Мы катались, катались, катались и решили поехать на море. Мне хочется, чтобы у Саши было больше положительных, ярких эмоций. Говорит, ну что, пойдем. А ты как думаешь, когда мы идем? Не знаю, мне кажется, мне нужно покататься. А, ну ладно. Приходим, и я вижу скутер. Да ладно, серьезно? Я мечтала покататься вдвоем в море. Катались, времени не наблюдали. Было и романтично, и экстремально, и все вместе как-то. Она кричала, но кричала не истерически, а от удовольствия. Смотри! Как ты думаешь, подходит? Но смотрятся они красиво. Ну как-то это настолько вот это наше катание нас сблизило. Я абсолютно ему доверилась, абсолютно отпустила ситуацию. И понимала, что в настоящий момент я счастлива. Хороший, пускай. Пусть будет. Да, пусть будет счастлива, самое главное. Я счастлива очень. Я мечтала об этом, я мечтала покататься на гидроцикле, но я не знала, что это вот так сразу быстро все. Я вообще не могу ничего сказать тебе. Он уже выполнил задание мое. Но пришел с одного дня, это можно просто уже ничего не продолжать. Он уже одним-одним делом, он уже сделал все абсолютно. Наверное, я влюбилась. Я не знаю, наверное. Сейчас я поняла то, что действительно существуют мужчины, которые готовы делать для тебя все. И чтобы они были, чтобы ты только была счастлива. Реально очень хороший Леша. Мои подружки, к сожалению, уехали. И, кстати, вот я очень расстроена по этому поводу. Девочки очень искренние, очень добрые. Я думаю, что скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ты с моими подружками сегодня познакомился, посмотрел, как мы с ними общаемся. И теперь, я думаю, пришло время посмотреть, как же ты общаешься со своими друзьями. И немножко ближе меня с ними познакомить. Хорошо. Мы решили поехать в бассейн, где можно было продолжить отдыхать. Это моя жена Саша. Это Стас. Это Максим. Это Катя. Это Олег. Это моя жена Настя. Надеюсь, что обойдется одной. Одной женой. Да. За аннажетство и за аннолюкство. За аннолюкство, вот именно, да. Йомба-каут. В бассейне было весело. Кто-то много выпил, кто-то много баловался. Особенно активными были его подружки. Очень активными, чересчур активными. Мне не очень комфортно было в этой компании. В моем окружении очень много девушек, женщин, подруг, знакомых. И поэтому для меня очень важно, как моя женщина, моя девушка будет относиться ко мне. Как она будет ревновать. Насколько это будет отражаться в наших отношениях. Поэтому я хотел, чтобы мои подруги проявляли какое-то внимание, чтобы посмотреть на Сашину реакцию. О, знайоме обличчя. Не только обличчя. Это та же самая подружка, которую мы видели на веселле в белой сумке. Вот сейчас она уже без сумки. Такая поведенка неприемна будь-якій женщине. И мне интересно, что отчувает сейчас Александра. Массажная реакция не заставила себя долго ждать. Было два варианта. Либо она создавала бы конфликт, либо она держала бы это в себе. Возмутила меня эта ситуация, конечно. Поэтому я как бы и ушла оттуда, чтобы там не находиться рядом. Не стала там подходить и разбираться. Не люблю я так решать вопросы. Может быть, для его компании это нормально так себя вести в обществе. Но я бы так не вела себя. Яркая девушка, она вот яркая в бассейне, в ночном клубе еще где-то. А дома что она будет делать, эта яркая девушка? Кушать ему готовить? Каждую секунду я хотела куда-то сбежать. Я была в постоянном напряжении. Я видел просто ее испорченное настроение. И понимал, что ну как бы хватит этого уже. Идемте кушать. Да. Еще раз. Бестарам. Крепку. Крепку. Ты уже покупался там с женщинами. С какими женщинами? Я ни с кем вообще не купался. Да, да. У меня одна женщина вообще-то. Ты что, ревнуешь что ли? Ты сказала, что ты вообще не ревнивая? Я не сказала вообще, я сказала без повода. А что, был повод? Да. Какой? Начинается. Вы же семейная жизнь. Мы делаем обнимашки в проем. Человек, который уверен в себе, уверен в человека, который рядом с тобой, он не может ревновать, потому что это глупо. Ну, а как можно быть рядом с тем человеком, в котором ты не уверен? Это как-то, ну, две несовместимые вообще вещи. Все, пошли по парту. Идем по парту. Искренность и честность – это залог хороших отношений. Очень было круто. В общем, девушка, мне очень сильно с Фатейей понравилась. Но сейчас я подумала, что, может быть, я лучше. У меня тоже есть своя харизма, правда. Вот. Ну, я только не знаю, что думать, но, по-моему, я классная. Так, подожди, подожди, подожди. Привет, Леха, всем привет. 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 О, Саша. Привет, привет. Это Саша. С одиноком, да. Что это у тебя? Это тоже самое, наверное, что у тебя. Как у вас вообще? Расскажи, как у вас. Для меня это все полносты, я очень, на самом деле. Ну, а что чувствуешь? Какие эмоции? Я не понимаю вообще, я как будто в сказке какой-то. Ну, как будто это вообще не со мной. Со мной никогда такого не происходило. Для меня никогда никто такого не делал. Как тебе Леша нравится? Да как он может не нравиться, конечно, нравится. Даже не то, что нравится. Самый лучший. Лех, молодец. Мне кажется, достался самый классный мужчина. Давайте купим. За любовь. Нет, давайте все за вас. Давайте, ребята, чтобы у вас все сложилось, все получилось. И чтобы все было классно. Давайте. Борька! 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 Кашка мне очень нравится. У меня к ней появляется чувство. Давай, слайд. Все, гри. Был очень тяжелый, яркий, насыщенный день. Мы просто моментально позасыпали. Вообще без сил такие откинулись. Просыпаемся мы утром. Мы должны были ехать уже в Киев. Мы вышли, спустились на паркинг. Иди сюда. Вещи оставлять? Просто иди сюда. Надо все сделать. Что это вообще? Что это такое? Мотоцикл был облиден краской. Машина нацарапана на капотом, гвоздем или ключом. Стою я, даже у меня рот открыть не могу. Что это за шутка какая-то дурацкая? Это не все. Мне не смешно. Очень тоже. Ситуация была очень неприятная, когда ты видишь, что у тебя поцарапана вся машина, исписана. Я такое видел только по телевизору. А кто написал? Могу только показать. Я сразу понял, что это дело рук моей бывшей. Она узнала, что у меня кто-то появился, и решила напугать, запугать. Я в шоке. Я ходила, я не понимала, что мне нужно сказать, сделать. Никогда со мной таких ситуаций не происходило. Я не понимаю вообще таких людей, которые могут в принципе такое сделать. Но у меня это в голове не укладывается. Я думаю, что она понимает, что кто-то появился, но не понимает кто. Сделать плохо мне, ну да, это расходы. Сделав плохо Саше, Саша испугается и убежит, ну независимо, что там будет дальше. Поэтому я больше переживаю за Сашу, потому что убрав Сашу, не будет проблем, нет Саши, нет проблем. Что у Вас связывалось, скажем? Ну, у нас были какое-то время отношения. По-честному, если бы я ее увидела, я бы ее размазала ее реально. Что за это все будет делать? Ну, она за это вряд ли будет платить. Почему? Если у нее нет денег. Леш, деньги можно найти. Она же нашла деньги у кого-то, чтобы приехать в Одессу, да? Так я ее плачула за их. Ну, что делать? Ты знаешь, я такой человек, что, наверное, мне проще прощать людей, чем находить их и наказывать, тратить свою энергию на какой-то, ну, негатив. Я не хочу. Мне проще покрасить машину, починить мотоцикл, потому что это все не отмоется, ты же понимаешь. Это пи***ь. Что я могу сказать? Как можно оставить человека безнаказанным за такое поведение, за такие поступки? Меня зацепила его вот эта безграничная доброта. Он переживает за то, что ей будет плохо, ей будет тяжело. Я стараюсь свою энергию тратить на хорошее, на доброе, на позитивное, а не на выяснение отношения. Соотношения она заканчивает один раз, а не... А кто тебе сказал о том, что мы не закончили с ней отношения? Ты сам мне сказал, что ты ей помогаешь. Зачем ты это делаешь? Я помогаю... Ну, подожди, закончите. У нас на отношениях с ней нет. Это когда человек просит о помощи. А не надо? Зачем? Это чужой человек тебе. Она тебе не жена, не дочь. Я ей помогал до того, как мы познакомились. Да какая разница? Подожди. Даже если ты меня не был, надо глупо так вести себя. Если у тебя закончились отношения, будь добр, закончи их полностью. Материальная помощь, это тоже отношения своего рода. Это тупо. Вы с ней... Ничего у вас нет? Зачем... Ничего нет. Ну, а зачем какие-то... Не помочь никому? Она сирота? Да. Что, да? Надо сейчас... Если человек просит тебя помощи, если ты ему помогаешь... Я всем не буду помогать. Зачем он пытается ее выгородить? Зачем он ее жалеет? Меня эта ситуация раздражает. Меня это выбесило. Что за племень? Я не понимаю. Меня не надо выводить из себя. Если меня вывести из себя, потом будет плохо всем. Для меня это было вообще непонятно, потому что я считаю, что в жизни не только хорошее, но и разное бывает. Люди должны поддерживать, когда тяжело, и разделять и хорошее, и плохое. Поэтому в этом и есть суть отношений. Если бы тебе было плохо, больше тебе бы... Ну, лично тебе сделали плохо, я бы тебя успокоила. И поддержала, если бы она была плохо, Леш, сделали плохо твоей машине непонятный человек, у которого проблемы с психикой. Мне бы хотелось, чтобы она меня подошла, взяла за руку, как-то поддержала еще больше. Лучшая поддержка на данный момент, как я считаю, это выяснить все, все закрыть, все вопросы, и с хорошим настроением, и со спокойной совестью и душой просто ехать дальше. Я хочу выяснить причину вообще всего этого. Причину ее вот, ну, вот этого поведения, вот этого всего. Зачем оно и надо. Это хуже. Хуже, да? Тебе смешно, да? Ну, не смешно. Что смешного? Ты говоришь, если она меня в Харькове найдет, она найдет в любом случае в Харькове. Класс, и ты спокойно об этом говоришь, да? Поэтому мне не смешно. Может, мне с охраной теперь приходить домой? Что она еще может сделать? Мало ли, откуда я знаю. Она приедет ко мне домой и со мной там что-то сделает? Наелся? Нет. Я больше не буду тебя готовить. Хорошо. Хорошо. Сейчас я позвоню, мы все уладим. Позвоню. Сейчас я со второго телефона позвоню я, которого она не знает. Алло. Алло, Ира. Нет, это не Ира. А мне нужна Ира. Это вы салон звоните. Она на процедуру сейчас. А когда она заканчивает? В каком салоне? В каком салоне? Не могу сказать вам точно. А кто спрашивает? Это Алексей. А скажите, в каком салоне? Я решила, что если с Лешей не получается так решить, то буду я тоже принимать участие в разрешении этой ситуации. Она у тебя есть в Инстаграме? В этом в Фейсбуке. Она еще медик, что ли? Да. Понятно, что в Леши нам в кусте, типа блондинка сидела. Ну, там, кроме белых волос, ничего она из себя не представляет. Я не понимаю тогда реально, на что он смотрит, когда выбирает себе человека. Я вроде нормальная. А чего он меня тогда выбрал? Хотя нет, он меня не выбирал. И у меня... Хотя, может быть, и хорошо. Мне кажется, если бы он выбирал сам, мне кажется, он бы еще раз выбрал бы какую-нибудь. Я уже не знаю, с какими отклонениями. Я ей пишу сообщение. Напиши. Мне не удалось ничего узнать ни от того, как она узнала о нас, как она... Ну, зачем она, понятно, ее... Зачем она это все делала? Мы едем с Сашей в Киев и дальше продолжаем строить нашу совместную жизнь. Возможно, эта ситуация поможет нам в какой-то степени разобраться, насколько мы подходим друг к другу. Я считаю, что мужчина должен помогать женщинам. Если просят, я помогаю женщинам. Я считаю, что мужчина должен... Каким женщинам ты помогаешь? Больше я не слышала этого, понятно? Я спрашиваю, понятно? Конечно. Я спросила. Помогай маме, папе. Помогай тем, кто нуждается. Но помогать бывшей девушке это бред. Ему ее жалко. Почему он ее жалеет? Какая ему разница? Я была злая, причем я была жутко злая. Меня бесит вся эта ситуация, реально. То, как ты себя ведешь без. Потому что ты сидишь, ты вообще сидишь, тебе все равно, ну, реально. Выход из ситуации, это у нас флаг белый, думали же. И если мы сегодня не разбираемся в нашей ситуации, то будут нам помогать другие в этом разбираться. Я просто не знаю, сколько таких ситуаций будет еще. Одна, две, три, пять, сколько, десять. Год это будет продолжаться, два, три, то есть сколько... Ну, я могу так вот каждое утро просыпаться и думать, а что же сегодня будет? Это пи***ц, ну, реально. По дороге в Киев она от меня отсаживалась, она была агрессивно настроена. Я понимал, что она не готова, она не готова к сложностям. как и любая женщина, ну, конечно, я хочу, чтобы я была единственная у своего мужчины. И никаким подружкам, естественно, помогать и обеспечивать а-ля бывших там каких-то... Ну, я этого не потерплю. По сути, это обычная ревность, из-за которой появился белый флаг. так что белый флаг, это значит, что я вас плю внизу? Нет. Хорошо. Ложи. Рано утром к нам приехали эксперты. Привет. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас. Бачите? Мы вас тоже. Как это у вас белый прапор? Мы вам сейчас расскажем. Расскажите. Пойдемте, да. Проходите. Что сталося? Все было доброе. У чему треба разобраться? В общем, должны были ехать в Киев, уже возвращаться сюда. Мы собираем вещи, на паркинг спускаемся к машине. Стоит его машина изцарапанная. Рядом мотоцикл обликет краска или зеленка, непонятно. Написаны признания в любви. И это была Лешина бывшая девушка. Леша, вибачьте, не могу не спитать. Что же вы не обещали бедолашней девушке, что такая реакция? Не знаю, мне показалось просто, что она поняла, что у меня кто-то появился, и ей перестанут помогать, поэтому она себя так повела. А вы завжди допомагаете теми, с кем у вас были стосунки? Все життя? Ну, если просят только. И он не может отказать, потому что он добрый, он действительно очень добрый, безгранично просто, у него нету границы этой доброты. Не, не может, не хочет. Можно хотеть из двух причин. Первая, это потому, что когда ты помогаешь, ты хороший. А другая причина, он же все равно поза стосунками, станут у пригоди для похода кудись, на ніч залишаться, поэтому тут... То есть это купивля такая, как выходит? Ну, так, культурная такая. Про всяк випадок пригодуй женщину. Ну, не без этого. А тебе это не было все забавляет. потому что у меня такого никогда не было. Я не понимаю, даже, ну, плакать я, на самом деле, от этого не хочу, но то, что, ну, то, что можно купить за деньги, это расходы. Да не прикольно, я такого не хотел. Бабы, на входе тебе щось улаштували, бьются, з'ясовывают, обливают машину, колотничая такая, взагалі. Приехают, дрябают, кидаются, трутся всіма. Слушайте, Лена, якось несправедлива. Мало того, що хлопцеві машину зіпсували, мотоцикл зіпсували, дружина наїхала, і ти зараз розвиваєш. Не треба мого чоловіка. Я чоловіка захищаю цьому випадку. женщины, да, вони приходят, вони приходят і кажуть, мені плеху, мені потрібна допомога, мені там починають плакати, там ще щось. Як можна відказати, коли, ну, коли жінка плачет, або коли я потрібна допомога? Вона приходить к тебе домой, плачет, не може, Леша, так хочу от тебя дітей, помоги мне зачати дітей. Ти їй поможеш, чоли? Нет. Да, поможеш. Стривай, коли у тебе є стосунки, то ти ніби комусь належиш. І поруч з тобою є цербер, який тебе охороняє. А так, ти що взагалі? У тебе де межі? Де ти закінчуєшся? Де твоє хочу? Де твоє ні? Де твоє, а тут маніпуляція? Та жінки сльозами. Он тобі тополов розкаже. Вони за допомогою сліз такі можуть робити речі. Тут тоді виходить, реакція жінки – це те, за рахунок чого він складає думку про себе. Тобто, якщо він не допоміг жінці, він поганий у своїх очах. Якщо допоміг, він хороший. Так виходить? Ну, так. Просто я ж дала від нього реакцію на вот эту вот, на эту бывшую. Я не бачила ніякої реакції. Мені проще простити, покрасити. Саша, а якої реакції ви очікували. Я хотіла, щоб я лично услышала то, що мене б успокоило. Що? Що у них більше ніколи не буде нічого общого. І що она більше не прийдет к нам дому і не буде вмешиватися в нашу личну жисть. Ага. А Леша цього не сказав. Ми з ним не говорили по телефону, поэтому... Ви два ідеалісти. Кожен по-своєму, але дуже яскраво виражені. Ваш ідеалізм виявляється в тому, що для вас дуже важлива оцінка вас і іншою людиною. Вам постійно треба, щоб ви подобалися людям. Усім подобатися. Мета недосяжна. Відповідно, ідеаліст завжди рано чи пізно страждає. Ви теж ідеаліст. Як вам здається, у чому ви ідеалістка? Хотела б 100% взаємності. 100%. То, скільки я віддаю, то, скільки я вкладываю, неважно, в слова, в действия, в заботу, в що-то другое, я б хотела на 100% це отримати. От ми зустрілись, і у нас одразу все добре. Він одразу зрозумів, яка я. Він одразу почав давати мені те, що мені потрібно. Він одразу сказав так. Ти єдиний на завжди. Тепер усі інші жінки геть. Тепер лише в сім'ю. Цицьки геть. Тепер лише ось. Клуби не люблю я ці клуби. Фу! Ми не вміємо читати думки. Він не вміє. Вибачте, навіть я не вмію. Якщо ти хочеш взаємності, і якщо тобі ці стосунки справді дорогі, розкривайся, будь ласка. Звісно, поки я там не візнаю, не підготовлю себе, не візнаю, ну, багато про нього не візнаю, я не змогу відкритися цьому людину повністю. І все вивалити. Я не можу так. І йому потрібен час навчитися казати. Вам потрібен час. Дивіться, знову є спільне. Розмовляйте одне з одним. Пишіть вашу спільну інструкцію. Олексію, перше, ти абсолютно маєш рацію стосовно того, навіщо жінці чоловік. Справді, дуже важливо почуватися захищеною. І оці всі начебто банальні речі, що я хочу бути, мов, за кам'яною стіною, це справді у більшості випадків найголовніше, що нам потрібно від чоловіків. Дуже складно почуватися захищеною, коли в тебе фортеця без стін. Коли ти розумієш, що на твою територію будь-якої миті може хтось прийти поплакати і таке інше, ти розумієш, так? Тобто тобі доведеться попихтіти, щоб сказати чітке, однозначне, рішуче, жорстке – ні. Ні добреньке – ні, а жорстке. Буду над цим тренуватися, навчитися відповідати, говорить ні, ну, не зберігатися на последствия. Саша, щоб ви пропинили бути категоричною принцесою, а стали тією людиною, заради якої хочеться відмовитися від усього іншого. Щоб ви були тією надійною людиною, яка розуміє, підтримує. І тоді нічого йому не буде потрібно. Від такої жінки він нікуди не піде. Я зрозуміла, що це дійсно те, що мені мешало. Мені треба бути більш м'якій, не давити на мусіну, в даному власній, не бути настільки жорсткій і категоричній по відношію к Лєші. А чого ти мене не цілуєш? Нужно, щоб ти першого мене цілував. Я ще хочу вам сказати обо слова «треба», «мусиш», «забов'язаний», це слова підкорення, це слова, які використовує Раб. Ладно, поцілуй мене перший, пожалуйста. Ні, поцілуй мене. Я дуже хотіла б, щоб ти мене поцілував. Ви розумієте різницю, ніж треба та мусиш і хочу? І тому старайтеся замінювати слова підкорення на слова вибору, на слова бажання, на слова хочу. Дуже допоможем в житті. Бажаю вам хорошого вечора. І насолоджуйтесь днями на проєкції. І ми побачимо вас вже наступного разу, коли ви вирішуватимете, що робити далі. На все добре. Дуже раді бачити. Мені хочеться бути з не рідом, мені хочеться її обнімати, оберегати. Мені хочеться робити для нього якісь приємні сюрпризи. Мені хочеться жити її життєю і хочеться бути для нього мужчиною. І хочеться бути для нього, ну, от, крепкостю, стіною. І я рішил позвонити бувший. Я дозвонився. Я все сказав, все рішил. Я надеюсь на одно, що вона ніколи більше в життє не з'явиться рідом з нами. Більше я нічого не хочу сказати. Спокійній ночі. Спокійній ночі. Мої життєю зараз є тільки Саши. У мене ніяких інших інші 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 інші. І тому, ну, як би, я з абсолютно чистой совістью. Все, що було, все оставил в прошлом. Т.е. точка була поставлена. Рано утром проснулись, все було хороше, в хороше настроєнне. Ну, що будемо нічого не робити? У нас сегодня... Какі у нас сегодня планы? День моєго задання. Какое? Олимпийське золото. Тебе потрібно буде перевоплотитися в мене. В тебе? Да. Я чето насторожився. Понял, коли ми отшли? Ну да, догадывайся. Класс. Готов? Да, твоє любимое місто? Моє любимое місто. Ну, не могли ми не покататися на льду, тем более, що у нас це общее... Вообще, каток очень люблю. Я считаю, що люди, коли живуть вместе, чем більше у них общих інтересів, тем легче им жить вместе. Я готова, а ти? Я готов. Ну, підемо. Не смотри, взліт! Я просто не очень хорошо катаюсь, поэтому... Це ти мастер. Не, ну, для человека, который катается очень резко, ты молодец. Катались, десились, дурачились. Каждую минуту, которую мы проводили на льду, я видела, что это ему приносит колоссальное удовольствие. Тихо! Он смотрит на меня, то, как я катаюсь. Я смотрю на него, мне нравится это все, ему это все нравится. Я думаю, что ей комфортно и хорошо со мной. Я счастлива. Наверное, это было самое приятное катание за всю мою жизнь. Я счастлива сейчас. Выносишь запах. Ужин при свечах, с шампанским, с мороженым. Это было очень романтично, это очень было круто. Все началось со льда, когда принесли приглашение на мою свадьбу. И я рада, что вот именно заключительный наш ужин, наше свидание, оно прошло именно в такой сказочной атмосфере. Это было очень романтично. Нет! Ну, нормально. Я давно мечтал, чтобы это было где-то вот на каком-то поле, катке или там, не знаю. Такой ужин? То есть мне, да. Я вот на льду, кстати, не представляла, но что-то подобное я хотела всегда попробовать. Теперь придется хотеть что-то еще больше, еще лучше. Не обязательно. С тем же мужчиной? Обязательно. Ну как, по-другому. Ладно, давай. Ты спать хочешь? Нет. У тебя глаза красные. Это усталость. Устал? Нет. Я поняла. Я поняла. Что? Ты стал говорить нет. Боже мой, пойди могу с меня. Тебя вчера этому только научили, а ты сегодня тяжело? Нет. Устал? Нет. Холодно? Нет. Я не могу. Я быстро впитываю. Есть хочешь? Нет. Я тебе нравлюсь? Да. О, фу. Хочу тебя поблагодарить за этот день, особенно каток. Я старался изо всех сил для того, чтобы оправдать твои надежды. Это было видно. Поэтому спасибо тебе за то, что ты есть у меня. Я хочу поблагодарить тебя, начиная с первого дня. Ты начинал исполнять мои желания, мечты. Ты как будто чувствовал, что мне нужно в данный момент. То есть в данный момент мне нужно было уехать. Потом мне нужно было встретиться с подругами. Потом мне нужно было развеяться как-то. Я понимаю, что именно такого человека мне и не хватало раньше. Я хотела бы, чтобы и дальше так продолжалось. Продолжалось. Да. Поэтому спасибо тебе за то, что ты такой. За то, чтобы наша сказка продолжалась. Давай. Дал проект очень много эмоций, очень много впечатлений. И самое главное, он мне дал любимую женщину. Моя жену. Я увидела, что я действительно для него важна, что он меня ценит. Я чувствую, что это все искренне и по-настоящему. В своем ответе я уже уверена. Любить – это прекрасно и это самое светлое чувство, которое может быть, конечно. Особенно это приятно, когда это взаимно. Чувство любви есть. Она тот человек, с которым я хочу прожить всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что на финале я либо оставлю кольцо, либо сделаю кое-что другое. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Дуже приятно вас видеть. Взаимно. Ну что, вы решили намыть. Дуже хвилючая. И для нас очень така ответственная. Потому что мы действительно переживаем. Я, наверное, пережила то, что не переживала за всю жизнь. Попробовала то, что не пробовала никогда. Испытала те эмоции, которые не испытывала никогда. И, наверное, вот все это новое дало какой-то толчок к тому, что я начала меняться. И я это сама заметила. Наверное, самое главное – это то, что я начала чувствовать себя принцессой, которую оберегают. Это вам подобается? Да, мне это очень нравится. Это же самое запитание до вас. Во-первых, я встретил девушку, которая отличалась от других моих отношений. Вот. Я увидел другое отношение к себе. Ну что ж, здаётся, что эти 7 дней были надзвичайно наполненными. Было разное. Были сварки, был шантаж, было руйнувание автовки, фарбование вашего мотоцикла. Но были и романтические моменты, было общение, было общение, хорошо было гораздо больше. Поэтому за эти 7 дней вы прожили разом очень много. Но сейчас настала решение на мить. Ваши решения. Остали вы обручки или нет? И первое слово я, с твоего дозвола, дам вам, Александр. Я не ожидала, что такие люди, в принципе, наверное, существуют. Что такое отношение может быть ко мне. То, что я могу быть настолько, насколько я почувствовала важной. Поэтому на данный момент я себя чувствую счастливой. И я понимаю, что просто мне не нужно в данный момент больше ничего. Кроме того, как быть рядом с тобой и делать всё, чтобы ты тоже был счастлив. Я хочу оставить это кольцо. Ну что ж, одни решения в нас есть. Зараз, Алексей, час вашего решения. Саша, ну я хотел бы, наверное, сказать, ты очень заботливая, нежная, добрая. Но я хочу, чтобы ты отдала это кольцо, которое есть у тебя, и дать тебе другое кольцо, которое будет продолжением наших других отношений. Вот. Я оставляю свое кольцо. Ух! 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 Такое в нашем проекте, впервые. И это очень приятный момент. Это какой-то приголомшливый момент, мне кажется, Саша немного в истерике, и мы все так. Я сейчас не слышу, что вы говорите. А что вы чувствуете сейчас? Я хочу уехать просто с Лёшей, чтобы у вас всех уже не было. Мне не надоело, я просто правда сейчас больше никого не хочу. Езжайте, 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 езжайте до своего життя. Езжайте. Ну, что вы еще? Спасибо. До побачення. Мы вас не спускаем вперед. Настоящее колечко. Такое. Если честно, я понимала, что куда он денется? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Все навкруги сяе, потому что мы видим настоящую любовь. И это невозможно играть, это невозможно как-то прилаштаться до этого. Это счастье и это чудово. Так, есть любовь. И это классно, это круто. Но потом час работы. Час досконаления их отношений. И вот этого я вам желаю. И одна парада. Любовьтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? За самые интересные два месяца. Я никогда раньше не думала, что готова переехать из Харькова. Я не ожидала, что такое, в принципе, может. Следующее лето, я думаю, будет еще более яркое. И думаю, что у нас уже будет трое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА